Вакуумный выключатель Это каретка с выключателем В один прекрасный момент перед включением данного выключателя с помощью ключа управления Он не отключился В итоге его отключили вручную С помощью механизма Этого механизма После отказа мы проверили схему его управления и блокировки Замечаний никаких не обнаружили Затем собрали схему для пробного выключателя без силы Каретка выключателя находится в ремонтном положении Вот она выкачана А разъем цепей управления подключен Напомню, что все вновь вводимые фидеры мы оборудуем немецкими разъемами Хартинг И это присоединение не исключение Об этом разъеме мне написана отдельная очень подробная статья О том, как его собирает, из чего он состоит И все его преимущества и недостатки Включили напряжение цепей управления Блок управления находится в готовности И включаем Пробуем включать выключатель Видите, идет как будто на включение и тут же срывается Еще раз смотрите То есть при попытке включения выключатель не включается Вроде он идет на включение и тут же снова отключается Таким образом получается, что электромагниты выключателя Не встают на так называемую магнитную защелку Для наглядности прилагаю схему подключения электромагнитов и блокировки Еще раз вам покажу Как не включается данный выключатель Собрал такой небольшой стенд Блок управления 12 Автомат питания и кнопка включения Кнопка подключения Здесь подключил временные цепочки на ВК контакты 15-16 и 13-14 электромагниты Вот смотрите, как происходит включение Видите, он как бы включается, но на магнитную защелку не встает Вот еще раз попробую Это я смотрю по индикации В руководстве нашел интересную информацию Что в случае обрыва цепи катушки электромагнита Одного из полюсов Коммутационный модуль не фиксируется во включенном положении И отключается Тем самым предупреждается работа выключателя в неполнофазном режиме Вот вроде как раз прям наш случай Решил я измерить сопротивление катушек электромагнитов У данного выключателя Как видите по схеме, катушки каждого полюса собраны в параллель То есть сейчас подключусь с помощью цифрового мультиметра на клеммы 13-14 И измерю их сопротивление Вот 13-14 клемма Сопротивление составляет порядка 5,4-5,5 В этом пределе зависимости от контакта 5,5 Ом Но с чем сравнить полученные значения? Ведь в руководстве технических характеристиках нет таких данных Сравнил измеренные значения со значениями Измеренными у заведомо исправного аналогичного выключателя Благо, что они у нас еще есть на подстанции Измеренное значение у исправного выключателя Составило порядка 5,4-5,5 Ом То есть так же, как у неисправного выключателя Получается, это значит, что Электромагниты у обоих выключателей исправны Тогда в чем причина его неисправности? Появилась идея Разобрать тросик механического индикатора Снял вот здесь вот крышку Вот я слабил тросик Вдруг он при натяжке дает упор И вал не доворачивается Но ситуация не изменилась Ну а мы тем временем написали обращение в Тавриду Электрик И разъяснили, объяснили нашу ситуацию Нам повезло, что выключатель был еще на гарантии Гарантии у него, кстати, 7 лет И нам его благополучно заменят в ближайшее время А как быть с выключателями, у которых гарантия уже закончилась? Как быть в такой ситуации, если он откажет? В общем, вопрос остается открытым Обращаюсь ко всем, кто эксплуатирует аналогичные вакуумные выключатели С аналогичным коммутационным модулем В чем может быть вызвана такая причина? Встречалась ли у вас аналогичная неисправность? И как вы ее устранили? Всем спасибо за внимание С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика До новых встреч!